всем привет наконец я рад вам представить новое видео о нашем большом морском путешествие на самом новом и самом огромном круизном лайнере европы Коста Тоскана огромный корабль самый большой из всех огромный лайнер гигантский корабль в этом видео какой он современный круизный лайнер почему средиземное море самое лучшее место для круиза в европе что плохого в современном круизе минусы и плюсы и самое главное сколько все это стоит прежде чем начать я по традиции рекомендую вам не забыть подписаться на наш канал если вы еще не подписаны чтобы не пропустить новые видео и так устраивайтесь поудобней мы начинаем поехали наше путешествие началось с пальма де майорка где нас и ждал наш лайнер до пальмы самолетом из германии мы добрались за два часа с опозданием в один час наконец вот наше такси в случае с пальмы де майоркой если вы летите на круиз все очень удобно так как и аэропорт и порт находятся недалеко друг от друга правда в разных частях от столицы но добраться из одного пункта в другой можно не только на такси за 15 минут но также и обычным общественным транспортом за примерно 50 минут разница в цене тоже есть автобус примерно 2 евро а такси 20 евро мы выбрали такси потому что это все-таки удобнее особенно если ты с маленьким ребенком и чемоданами мы сейчас едем по центру пальма столицы пальмы де майорке и прямо отсюда уже видим наш порт видим и наш лайнер самый большой еще минут 5 примерно один и мы будем на месте прибыли в порт и сейчас пойдем заходить регистрироваться да так ну что мы вот зарегистрировались нам дали 3 карточки вот и все наш чемодан повезли здесь очень мало людей зашло рассчитан лайнер на более 6000 пассажиров а сейчас три с половиной тысячи то есть чуть-чуть больше половины так что это надо заснять для истории вот сколько этажей здесь 18 штук у нас 11 по центру сейчас будем заходить в каюту и пока она чистая и ухоженная мы ее покажем все выходим так 1117 так теперь налево но далеко молодец нашла так будем открывать сейчас эти я дам ключик открываем дверку нашу каюту и заходить и заходить надо капочку сам смотри сюда чтобы включился свет опа смотри тут три кроватки под телевизор примерно все как примерно все на что мы и рассчитывали так и ванна все чистое все достаточно вполне как в отеле так подожди тут еще шкафчики о шкаф хорошо сейфа нет хорошо хорошо ну для вот тут жилетик вот образовательная это информационная мы вполне себе неплохо ну и последнее что я забыл это еще один шкаф вот пум здесь вот полотенце есть и сейф ну с расчетом на то что все включено нам тут не надо не кофе пить не чай потому что все вот так короче все будем сейчас обустраиваться устраиваться и все по ходу будем показывать и обо всем рассказывать длина 337 метров водоизмещение 183 900 тонн скорость 21 с половиной узлов что равно примерно 40 километров в час 21 ресторан аквапарк водяные горки концерты дискотека и даже снежная комната детский садик больница ну реально огромный корабль огромный лайнер понятно что не сравнить может быть с этими карибиан фирма вот эта которая американская которая специализируется именно на карибском регионе но по европейским меркам гигантский корабль корабль способен разместить на борту до 6338 пассажиров в 2661 каюте количество обслуживающего персонала составляет одна тысяча шестьсот семьдесят восемь человек всего 19 палуб 12 из которых пассажирские новейшее судно в европе на момент нашего путешествия тоскане нет и года вот он красавец на солнышке голубое небо выглядит великолепно огромное количество кают в основном каюты с балконами то есть они дороже стоят внутренние каюты самые дешевые которые мы взяли но она вообще шикарная все равно на новом свежем корабле они самые дешевые и о цене мы поговорим в конце все расскажу в деталях но их меньше и гораздо меньше самое большое количество это именно каюты ну стандартные каюты с балкона пока есть сьют то есть это прям такие квартиры их тоже их вообще очень мало не на углах как правильно расположены как правило вот внутренних кают самые дешевые их меньше всего 2 декабря 2021 года на верфи мэр в турку финляндия компания коста приняла новейшее судно коста тоскана работающие на сжиженном природном газе самой передовой технологии в морском секторе для сокращения выбросов 5 марта 2022 года коста тоскана дебютировал средиземном море с недельным круизом коста тоскана настоящий умный город для путешествий помимо работы на спг лайнер оснащен рядом передовых технологических инноваций призванных еще больше снизить воздействие на окружающую среду вся суточная потребность в воде удовлетворяется за счет преобразования морской воды с помощью опреснительных установок потребление энергии сведено к минимуму благодаря интеллектуальной системе энергоэффективности кроме того на борту судна осуществляется стопроцентный раздельный сбор отходов и переработка таких материалов как пластик бумага стекло и алюминий в рамках комплексного подхода направленного на реализацию проектов в сфере экономики замкнутого цикла мебель освещения ткани и аксессуары все сделано в италии и было разработано специально для коста тоскана 15 партнерами которые являются яркими представителями итальянского мастерства а вот это колизей называется прямо в центре корабля здесь проходят выступление начинаем наш первый день вот такие карточки приносят всем посетителям на каждый новый день потому что здесь новая остановка и программа на сегодня сейчас у нас 6 48 утра или климата 10 вечера достаточно я хорошо чувствую мозг бурлит слишком много впечатлений мы находимся на одиннадцатой палубе это сан джимми гнан сейчас нам надо поймать восход первый день и первая остановка в испанской валенсии перед тем как отправиться знакомиться с городом и конечно же поймали восход нагулялись на самой верхней палубе и отправились на наш первый завтрак сегодня наш первый завтрак и мы решили вернуться в то же самое место где мы были вчера на ужин и это нет ла морена здесь мы имели кофейную паузу когда когда заселились сейчас у нас здесь завтрак здесь принцип буфет ну в принципе стандарт но выбор достаточно большой так ну вот мы валенсии мы вышли вот наш корабль и вот этот желтый автобус который сейчас уже уезжает полный он довозит бесплатно до конца до конца порта то есть там где начинается город вот нам он и нужен почти на всех остановках за исключением только если лайнер не заплывает прямо в центр всем пассажирам предлагается бесплатный автобус до конца порта или платный в центр города примерно минут десять на этом автобусе это только по порту мы ехали какими-то окольными путями вот мы приехали к концу порта вот здесь вот начинается уже валенсия так и начинаем мы с пляжа этот пляж входит в пятерку по версии google самых популярных пляжей валенсии он максимально близко к нам валенсия центр автономии валенсия уступающий по количеству жителей только мадриду и барселоне валенсия город удивительных золотых пляжей и уникальных объектов архитектуры место наполненное богатой историей и невероятным духом тихой спокойной романтики испанской провинции так мы все еще идем на пляж и сейчас уже достаточно тепло вот так 26 аж градусов тени показывает вот такая красивая здесь набережная столько песка я не видел такого длинного пляжа от набережной до воды до моря я еще не видел так ну и достаточно красивая впечатляющая набережная действительно вот этот пляж это место обязательно надо посетить тем более если вы на круизе потому что это совершенно недалеко около 30 минут пешком от конца или от начала порта прошло полчаса как мы преодолели это расстояние нереально длинного пляжа длинные так очень красиво рестораны кафешки прямо вот здесь вот можно сидеть и наслаждаться и видом и едой вполне себе красиво вот прям с этого пляжа видно наш корабль он самый большой из всех забились как селедка в бочке едем полный вообще автобус полностью в нашем маршруте остановка в валенте была самая короткая всего шесть часов хотя при желании все интересное можно было успеть увидеть но с маленьким ребенком и не спеша мы смогли посетить только пляж зато теперь есть стимул вернуться но такая очередь по возврату с каждой остановки и всех проверяют кстати у меня забирают дрон мне дрон нельзя заносить корабль я его могу только забирать когда выхожу из корабля когда я захожу я должен оставлять дрон под расписку а не в компьютер заносит ну вот и все прощаемся мы с валенцией наш лаймер прогудел в трубку мы уплываем вон тот пляж прямо вот там вот где мы были и вот она валенция центр где мы чуть-чуть успели коснуться этого города но я думаю что есть возможность будет возможность я надеюсь вернуться еще раз сейчас мы пришли детский садик до трех лет здесь есть тут до трех и от трех вот этот садик сейчас куда мы пришли до трех лет вот здесь вот детки играют и также есть возможность оставлять деток здесь маленьких они привыкают и потом можно оставлять стоимость 10 евро в час а так это с девяти или с восьми утра до вечера пожалуйста с родителей можно приходить играть здесь тут игрушки план ну а пока мы отплываем от валенсии и мы плывем дальше для детей здесь есть почти все и скучные а теперь давайте немного расскажу о средиземном море и почему мы начали наше знакомство с круизом именно с средиземного моря колыбель цивилизации яблоко раздора и древнейшие торговые пути все это море посреди земли че волны омывают берега 22 государств большая часть которых сумела извлечь прямую туристическую выгоду из этого примечательного соседства познать важный период истории человечества побаловать себя вкусной едой и напитками осмотреть легендарную архитектуру насладиться знаменитым искусством и покоем на завораживающей природе эти и другие возможности вам предоставляют круизы средиземного моря почему мы выбрали для нашего путешествия по морю именно средиземное море честно говоря это не мы его выбрали а оно нас ну во первых это самый выгодный вариант в европе круизы по средиземному морю на северном полушарии популярны также как круизы карибского моря на южном полушарии в связи с этим на них имеется самый широкий спектр предложений более чем для 3700 круизных путешествий которые круглый год представляют такие компании как costa мсц и норвежские круизные линии а в летний сезон еще 13 других круизных компаний а чем выше спектр предложений тем также больше возможностей для выгодных предложений во вторых это максимально удобно для того чтобы почти из любой точки европы добраться до места где тебя будет ждать корабль и в третьих это охват за восемь дней большого количества интересных и разных мест чтобы круиз по средиземному морю был захватывающим и богатым приключениями круизные маршруты предлагают возможность остановки в каком-либо из 208 портов которые находятся на 22 странах средиземноморья вне зависимости от того выбираете ли вы самую непродолжительную поездку на два дня или самую длительную 26 дней большинство круизных маршрутов охватывают портовые города италии греции франции и испании наш маршрут мы коснемся далее ну сегодня наш третий день ну или второй день если именно полный день на корабле новый день новая программка что будет на корабле куда мы плывем и сегодня у нас остановка во франции и это марсель это ночь гораздо более трясущие то есть достаточно так колыхает кораблик прилично по сравнению с предыдущей ночью что же просыпался несколько раз вот это 16 палуба так здесь это закрытый бассейн вот он такой прикольно здесь делаются волны как море я даже не знал это так вы вот здесь пар с одной стороны с другой тут для детей жилетки спасательные которых они могут плавать видимо это обязательно вот вот оно море уже солнышко встало все еще так поздненько я встал по сравнению как вчера ну волны конечно приличные так ну сегодня мы завтракаем другом ресторане это не буфет ты заказываешь меню и здесь просто море всего еще можешь заказывать и заказывать мы подплываем к берегам франции это марсель самые красивые виды которые мы видели с корабля за все время нашего путешествия были именно у берегов марселя так ну вот первая картинка марселя в центре города вот так вот все выглядит сейчас пойдем направо марсель был нашей самой прохладной и ветреной остановкой и так же как и валенсия недолгой всего семь часов поэтому наше знакомство с городом было очень быстрым в порту марселя было самое большое скопление круизных лайнеров четыре из которых были от компании costa кстати у кораблей есть традиция говорить друг другу пока при отбытии и звучит это вот так коста одна из 12 круизных компаний корпорации carnaval corporation и plc со штаб-квартирой в генуе италия крупнейший оператор круизных судов в европе а все началось совсем давно еще аж в 19 веке в 1854 году джакомо costa основал компанию джакомо costa fu andrea специализирующиеся на торговле тканями и оливковым маслом на рынках генуи и сардинии фирма стала одной из самых успешных в этой отрасли что вскоре позволило ей создать флот транспортных судов для перевозки товаров по всему миру и уже к концу 19 века ее суда достигали таких дальних берегов как австралия где постоянный приток иммигрантов из италии создал рынок национальных пищевых продуктов в 2009 году на одном из круиных судов компании costa сирена телеканал national geographic снял шестисерийный документальный фильм круи ship diaries дневники круизного судна в основе фильма лежали будни судна и его команды 13 января 2012 года круизное судно costa concordia из флота costa потерпела крушение у берегов острова джилио италия может после этого события а может это было и до но в компании costa цифру 13 не очень любят например на нашем лайнере даже нет палубы под номером 13 еще одно примечание нет 13 этажа 27 февраля 2012 года в районе сейшельских островов на борту отправившегося с острова мадагаскара круизного судна costa allegra возник пожар так наш новый день полный третий день вот мы швартуемся все встали в одно время и мы швартуемся в городе савона так ну вот мы тут на заказывали себе и как как и в прошлый раз куча тарелок это еще без сладкого вот здесь не лосось печеный и копченый и омлет и сладкая открываем савону так ну все мы прошли и мы в савоне это первый город что где мы прямо в самом центре находимся вон наш кораблик и мы отправляемся гулять и смотреть все самое интересное поехали савона город порт на лигурийском побережье средиземного моря столица одноименной провинции на итальянской ривьере неожиданно изящный середневековый центр савоны стоит того чтобы погулять полдня по городу мы обошли с лицевой стороны наш лайнер вон он прям красавец стоит коста тоскана прямо в центре города савона один из самых известных жителей савоны мореплаватель христофор колумб который имел в савоне свою ферму пришли на набережную очень красивое место рекомендуемое гуглом когда ты в савоне здесь тоже интересно посетить место вот такая вот крепость какая-то старинная крепость с которой открывается очень крутой вид на все побережье заканчиваем наше исследование савоны итальянской и уже возвращаемся на наш вот этот огромный лаймер как я уже рассказывал круизные компании предлагают по средиземному морю самый широкий спектр направлений наш маршрут шел по часовой стрелке начинаясь и заканчиваясь на пальма-де-мальорко за восемь дней у нас было пять остановок и один последний день на море 8 дней это самое оптимальное количество времени для того чтобы сделать круг по средиземноморью и оценить всю прелесть круиза все попробовать и много где побывать сегодня у нас какой день четвертый сегодня четвертый день и мы кушаем прямо у окна со стороны носа корабля мы приплыли деревушка называется точно неправильно выговорю сейчас чевитовеки это недалеко от рима до рима можно доехать за час примерно вот многие экскурсии берут ну а такой вот вид красиво тут порт так ну вот это самый самая задняя часть корабля я сейчас попробую пройти до самого носа и показать длину вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Шел обычным шагом, средним, как обычно я хожу По времени 3 минуты 41 секунда Чтобы пройти с одной задней части корабля до самой передней Настал тот момент, когда я выхожу с корабля, чтобы оценить эту деревушку портовую Так, ну и здесь, в принципе, так же, как и на всех остальных остановках Они предоставляют бесплатный шаттл до конца порта Если это далеко Например, на предыдущей остановке в Савоне это было не нужно Потому что прямо в центре Ну здесь, из всех тех, на которых мы ездили, здесь самый комфортабельный Так, ну вот, примерно 4-5 минут И мы уже, и мы уже в центре Ну тут какая-то крепость Сейчас пойдем гулять Что нас удивило в Италии, так это то, что здесь цены на магниты совершенно низкие Хотя в Марселе, во Франции тоже За 1 евро достаточно приличные, хорошие магниты Выбирай, не хочу Город-порт Чевитовекия Известен со времен Римской империи Расположен он в 60 километрах от Рима Гораздо более симпатичная Чем была предыдущая остановка на Савоне Хотя вроде Савоне, там архитектура, как-то холмистость Здесь ничего этого нет Но симпатичный пляж, благодаря Пальмам Но здесь уже более южная часть Италии Вот По-моему здесь прекрасное место для того, чтобы запустить дрон Не так ли? Ну полетаем На самом деле портовый городок Чевитовекия Сам по себе заслуживает того, чтобы сюда приехать специально И провести отличный отпуск Здесь имеются интереснейшие исторические достопримечательности Превосходные пляжи и масса возможностей Для увлекательного, разнопланового времяпровождения Ресторан Можно ужинать и завтракать в ресторане по принципу буфет А можно ужинать так же, как и завтракать Потому что я уже показывал По принципу заказывать меню И семь разных меню То есть в течение всего круиза каждый день предлагается разное меню На завтрак в основном некоторые вещи повторяются Но ужин каждый день все новое Опять сканируем код И выбираем меню Делаем заказ И приносят Вот внутренне есть не первое Это стартов Потом пойдет первое Потом второе И десерт Так, ну вот пришло мое первое и второе И десерт, которое заказал Вот так вот он выглядит Необычно Ограничений никаких нет То есть ты можешь кушать, заказывать столько, сколько хочешь Что вот так Можно сказать точно Что в какой бы ресторан здесь вы не отправились Вы не пожалеете Будь то принцип буфет Кофейная пауза Завтрак Обед Ужин Вся кухня итальянская И еда высшего качества В огромном разнообразии А десерты Это вообще что-то космическое В общем, наша оценка По десятибальной шкале Твердая десятка Такие макароны у нас дома не получаются Итальянское качество Сегодня Наша пятая остановка И это Неаполь Вот такой вот красивый По-своему Сейчас пойдем гулять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Одна из главных достопримечательностей Неаполя Это Вулкан Везувия Именно здесь он находится Прямо рядом Здесь недалеко Но все равно Чтобы его посетить Нужен полный день То есть, если, конечно, организоваться Может быть, экскурсии на лайнере предлагают Я не обращал на это внимание Но Это главная достопримечательность Но на самом деле Весь Неаполь Он какой-то весь особенный Супер обшарпанный Такой бардак Хаос Но Все равно есть какой-то шарм Какая-то красота На самом деле Когда ты сюда попытаешь В эту атмосферу Вот Так что Будем дальше любоваться Неаполь Неаполь с древнегреческого переводится как Новый город Он является третьим по величине городом Италии После Рима и Милана За весь наш круиз В Неаполе у нас была самая долгая остановка Аж 11 часов За это время вполне реально Очень много увидеть Забронировав заранее экскурсию Или две Но даже если вы просто прогуляетесь По центру Неаполя Вы вряд ли останетесь равнодушным Потрясающая на самом деле экзотика Просто Просто бомба Ничего подобного не видел Это конечно Очень круто Впечатляет Впечатляет Я поднялся сейчас наверх Еще продолжаю идти Но уже Видно этот Вулкан Везувий Вон он там находится Но Не очень хорошо его видно Вот И вообще в Неаполе Надо сказать что По данным Почти всегда Плохой воздух Видимо из-за вулкана Город действительно находится В сейсмоопасной зоне Историческая часть На западном склоне Везувия Последнее извержение Везувия Произошло В 1944 году Последнее Катастрофическое Землетрясение Случилось В Неаполе В 1980 году Ну а я Поднимаюсь Наверх Так как Оттуда Открывается Самый шикарный Вид на город И вулкан Фу Ну наконец Наконец Последняя ступенька Я добрался Вот здесь Вид открывается Просто Идеальный На весь Неаполь Как на ладони Весь Неаполь Город Я маленький Должен сказать Ну и крас... Ну Красивым я его Не могу назвать Но особенный И еще одна Сушка А вообще Сушка Я так понимаю Это проблема Потому что Они все сушат Где придется Нет Окна Балкона С которого С которого Не висело Что-нибудь Сушиться О Вот такая Занятая улица Достаточно Такой Активный Перекресток Вот этот Неаполитанский Ритм Это была Последняя Остановка Нашего Большого Морского Путешествия Но впереди Еще Около 36 Часов По морю Мы будем Плыть На Пальму Де Майорку Остров С которого Мы и Начали Наш Круиз Ну а Перед Этим Прощальный Взгляд На Везувий Целый день На море Это время Когда можно Оценить Корабль И все Что на нем По максимуму Это время Отдыха Когда Никто И никуда Не спешит Люди Загорают Плещутся В бассейне И расслабляются В джакузи Просто Бомба Бассейн И джакузи В бассейне Вода Немножко Прохладная Джакузи Очень горячая Но В общем Конечно Расслабан Капитальный А еще День на море Это хорошая Возможность Для того Чтобы поймать Капитана И сделать С ним Памятную Фотографию А также Посетить Очередное Первоклассное Живое Шоу Все 8 дней На борту Коста Тосканы Мы наслаждались Разными Высокопрофессиональными Артистами И их Живыми Представлениями Субтитры Вот каждый день У нас здесь Убираются Претензий никаких Нет Все чисто Опрятно И хорошо Выдраивается Корабль Каждый день Просто везде Окна Фасад Внутри Все моется Каждый день Вот Вот Ребята Моют И внутри И снаружи Каждый день Промывается И смывается Абсолютно Все Поэтому Корабль Мало того Что он и так Сам по себе Свежий Весь Все такое Ну все новое В нем Да То есть От ручек Там Дверей До Пола Стекла Зеркала Ну все новое Это чувствуется Это видно Но Мало этого Еще он Вылизывается Вылизывается Как снаружи Так и внутри Вымывается Все Вот Мы когда гуляем В какое бы время Мы не гуляли Обязательно Кто-то что-то Где-то моет Чистит Ну Это круто Конечно Вот человек Моет В общем Весь наш круиз Состоял Из плюсов Давайте Я оценю По десятибальной Шкале Еда Десятка Сервис Восьмерка Чистота И комфорт Десятка Дизайн Десять Для детей Восемь Представление Десять Джакузи И бассейн Девять Соотношение Цена-качество Десять Из всего нашего Немаленького Опыта путешественников Круиз Оказался Самым грандиозным Фантастическим И в соотношении Цена-качество Самым выгодным Определенно Можно сказать Что круиз Как вариант Путешествовать Очень хорошо Подойдет Абсолютно Для всех Типов путешественников Любители Активного Отдыха Пассивного Семьи С детьми Пенсионеры Круиз Это самый Оптимальный Ответ На любой Запрос И это Касается Даже Денег Так сколько Ж мы потратили И это Самый интересный Вопрос Мы давно Хотели Попробовать Круиз Но все время Откладывали Эту идею Еще до того Чтобы узнать Что там И как Мы всегда думали Что это Наверное Слишком дорого Но в этот Раз Мы решили Все-таки Поинтересоваться Тем более Что вариантов Для путешествий С маленьким Ребенком Не так-то И много Поинтересовались И вот Оно Оказывается Как и с полетами И отелями Тут тоже Имеется фактор Сезона И места Сезоном Мы запрыгнули В последний Вагон Ноябрь На Средиземном Море Уже не горячий Но вполне себе Теплый По сравнению С декабрем И туристов Немного С местом Мы удачно Выбрали Поскольку круиз По Средиземному морю Пользуется Спросом У желающих Круглый год Поэтому цены Варьируются Хорошо И есть Большой выбор Возможностей Единственное Чего мы не ожидали Так это Попасть на Самый большой И самый новый Круизный лайнер В Европе А заплатили мы За двоих взрослых Плюс ребенок За 8 дней Всего 998 евро Самолет На троих Из Германии На Мальорку Туда и обратно Обошелся нам В 200 евро Плюс Траты на разные Сувениры И такси Около Еще 200 евро Итого 1400 евро За офигенный Отпуск 8 дней За время которого Мы проплыли Вокруг Всего Средиземного моря И посетили Три страны И 6 городов Ну что Заканчиваем Мы наш круиз Мы вышли На Майорке Вот И сегодня Первый день За весь наш отпуск Очень плохая погода Вот такой вот Дождь Проливной Абсолютно Вообще Нам Надо сейчас До отеля Добраться Но это Наш последний День Все Мы попрощались С Костой Тосканой Купили Самый Самый Популярный Сувенир На корабле Это Мини модель Косты Тоскана За 54 евро Но это Наш первый Круиз И мы захотели Чтоб он был В памяти В памяти На полочке Стоял Красивый Вот И все Вот И прошли Наши 8 дней Офигенный Опыт Просто Бомба Спасибо всем Кто досмотрел Это видео До конца Если видео Вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь На канал Если вы Этого еще Не сделали И делитесь Этим видео Возможно Кому-то Это будет Полезно И кому-то Даст Новую Идею Для нового Путешествия А вы Пробовали Путешествовать На круизном Лайнере Напишите Нам в комментариях А у меня На сегодня Все До новых Встреч Пока Субтитры 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 Субтитры